МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Советская школа не учила плохому. Молодежь воспитывалась на примере таких героев, как Шолоховский, Давыдов и Нагульнов, Олег Кашевой, Дипкурьер Нетто. Это, в сущности, действительно герои. Но дело в том, что жизнь в Советском Союзе, в Ленинграде, предлагала выпускникам школ совсем другие коллизии, другой расклад сил, нежели в социалистических поэмах и романах. Им предстояло стать персонажами драм, сюжет которых они очень плохо себе представляли. Так в социалистическом Ленинграде могло случиться происшествие, очень похожее на старую петербургскую историю, описанную в романе Достоевского «Преступление и наказание». Вот дом старухи-проценщицы. Здесь Родион Раскольников убил проценщицу и ее глухонемую сестру Лизавету. Неизменившиеся декорации города каким-то удивительным образом способствуют повторению тех трагедий, о которых писали русские классики. И не случайно, что страшное убийство женщины и ребенка, о котором мы сегодня будем говорить, произошло именно на улице Достоевского. 8 апреля 1972 года в дверь квартиры 23, дома 14, по улице Достоевского звонит молодой человек. Он представляется зятем Софьи Михайловны Бородулиной. Та вместе со своей младшей дочерью Радой живет в том же доме, но этажом ниже, в квартире 19. Зовут молодого человека Борис Фридман. Фридман Борис Леонидович. Родился 5 апреля 1949 года. Окончил Ленинградский технологический институт имени Ленсовета, работав в научно-исследовательском институте лакокрасочной промышленности. Фридман сообщает, что его теща уже несколько дней не отвечает на звонки, а ее дочь Рада не появляется в школе, но видно, что в их квартире горит свет. Позвонился ко мне и просил спуститься с пятого этажа, с окна на четвертый этаж. Но я не разрешил, чтобы веревку зацепить за батарею, побоясь, что батарея вылезет, трубы порвутся, и он упадет. На следующий день Фридман приходит вместе со своей женой Элеонорой в дом на улице Достоевского и взламывает дверь. Их глазам предстает страшная картина. Сразу же за дверью в коридоре лежит труп десятилетней Рады, а чуть подальше, в кухне, тело ее матери. Преступник нанес обеим жертвам 40 ударов молотком. Позднее экспертиза установит, что Бородулина, которую убийца добивал острой отверткой, все равно оставалась живой и умирала еще около 10 часов. Люди старшего возраста, наверное, помнят, что в советские годы любое убийство – это было, по сути, ЧП для города. А любое убийство, нераскрытое в течение трех-пяти суток, было страшным ЧП. И за это уже вызывали на заслушивание в горком партии, в обком партии. И многим обстановка была, конечно, несравнимо спокойнее. Во всем случае, в Москве можно было спокойно и в Ленинграде ездить, и в метро, и там ходить вечером по улицам. Надо сказать, что пространить никак нельзя. Убийство на улице Достоевского привлекает к себе особое внимание. Начальник следственного отдела прокуратуры поручает это дело Нине Федоровне Марченко. Позвонил начальник следственного отдела. Двойное убийство немедленно уезжает на место происшествия на улице Достоевского. Ну и поехала на это место происшествия. В квартире хаос. Стены забрызганы кровью. Опрокинутая мебель. Ящики шкафов вывернуты. Посуда, белье и одежда валяются на полу. Когда взошли и посмотрели на тот ужас, который был обнаружен на месте происшествия, более всего мне потряс труп девочки. Рады. Он как раз при входе в коридоре набухший такой. Трупы долго лежали в отдельной квартире. Осмотр места происшествия всегда длительная и нудная процедура, строго прописанная законодателем. Уголовный розыск ее не переваривает. И ее всегда выполняет следователь. Если вы где-либо в кино видите, как люди в погонах что-то вышвыривают из комодов, это не осмотр, это погром. Осмотр начинается методично, слева направо по часовой стрелке и проходит часами. Бородулины живут в отдельной двухкомнатной квартире в центре города. В 70-е годы это практически роскошь. Во время этого следственного мероприятия сотрудники милиции увидели горы дефицитного товара. На фоне этой роскоши скромно смотрелась пуговица, обнаруженная в коридоре квартиры. Я сторонница была взять с места происшествия больше, чем оставить вещественные доказательства, которые потом утрачивают силу. Дела эту пуговицу изъяли, все как положено. Но без всякой мысли, что от этой пуговицы зависит судьба раскрытия этого дела. Следователи не понимают, что же произошло в квартире Бородулиной. На ограбление не похоже. В квартире осталось множество дорогих вещей. Следов взлома нет. Необходимо установить личность жертвы и отследить ее связи. София Михайловна Бородулина. 44 года. Последнее время нигде не работала. Воспитывала младшую дочь Раду. Муж два года назад погиб в автомобильной катастрофе. Жила замкнута. Большую часть времени проводила с Радой или ходила по магазинам. Близких друзей в Ленинграде не имела. Когда убивают состоятельных людей, то оперативники всегда изучают имущественную историю семьи. Они пытаются понять, а кому теперь будет принадлежать все это богатство. И, как правило, тень подозрения падает на близких родственников. В уголовном розыске есть некая таблица умножения. Она может шокировать неподготовленного человека. Когда обнаружен расчлененный труп, то в плане оперативно-ростных мероприятий пишется три пункта, три основные версии. Версия 1. Это совершили близкие родственники. Версия 2. Мясник. Версия 3. Врач. Как правило, срабатывает версия номер 1. И первыми были как раз и дочь, и зять. Самые близкие. Ну, и решили обыск провести у них. Фридман с женой Элеоноры живут в большой коммунальной квартире в доме на разъезжей улице вместе с родителями Бориса. Его родители – люди совершенно иного достатка, нежели убитая теща Бородулина. Отец Фридмана всю жизнь проработал слесарем на заводе, мать – нянечка в детском саду. Фридманы возмущены приходом милиции. У них трагедия. Их только вчера опрашивали. Они не понимают, почему к ним вторглось столько людей. Но со следователем прокуратуры не поспоришь. И приходится пропустить незваных гостей в комнату. Помещение маленькое, вещей немного. И обыск обещает быть недолгим. Кажется, что это простая формальность. Делаю обыск, открываю шкаф, висит одежда. Засунула, извините, руку в один из карманов и извлекаю на ладони у меня пять или шесть этих пуговиц. Таких, как была изъята на месте происшествия. Пуговицы. Я так аккуратненько Борису Леонидовичу говорю, а это что такое? Это пуговица, говорит. Я говорю, от чего? От плаща. А где плащ? Химчистки. Я говорю, вы мне квитанцию покажите. Фридман показывает квитанцию из химчистки, но заказчиком на этой квитанции значится некий Леонидов. Почему такая фамилия? Объяснения Фридмана звучат не очень убедительно. Я свою фамилию, Фридман, стесняюсь и редко пользуюсь ею. Чаще использую фамилию Иванов. В этот раз я написал Леонидов. Я не понимаю, что за преступление сдать плащ химчистку. Я испачкал его кровью, которая пошла у меня из носа в автобусе. На место происшествия нас всегда доставляли. А с места происшествия очень часто приходилось добираться на своих двоих. Да, после того, как обнаружены были эти пуговицы, естественно, Иван Алексеевич Лаптев и я вдвоем на трамвайчике до 27-го отделения милиции. Я говорю, Борис Леонидович, поедемте с нами. У нас к вам ряд вопросов. Ну, согласился, оделся. Но видно было, что бледность такая появилась на лице, и он занервничал. Когда следователь забрал плащ Фридмана из химчистки, он действительно обнаружил на нем следы крови. Но экспертиза показала, что кровь не могла принадлежать Фридману, зато могла принадлежать убитым. И другие экспертизы указывали на его виновность. Там производилась и биологическая экспертиза по этим частицам, и экспертиза почвоведческая, по пыли, грязи. То есть это целый комплекс экспертных исследований был. Но вот этот комплекс дал возможность давать категорические выводы. Когда после обыска следователь Марченко проводит первые допросы Бориса Фридмана, у нее на руках еще нет заключения экспертизы. Но у Бориса сдают нервы. Уже через день после ареста он подробно рассказывает, что же подвигло его на убийство. Мой отец и моя мать всю жизнь работали, как все честные советские граждане, стараясь привить мне любовь к труду и честное отношение к жизни. С ранних лет я принимал активную часть не только в учебе, но и в общественной жизни. В 321-й школе Фрунзенского района я получил почетное звание председателя Совета Дружины. Получил звание пионера Кировца, был членом городского пионерского штаба, а также получил почетное звание коммунар в детской организации коммуна юных фрунзенцев. Я, коммунар коммуны юных фрунзенцев, перед лицом твоих товарищей клянусь! Клянусь! Везде и всегда идти впереди идеи коммуны гордо и честно нести. Клянусь! В 1959 году Хрущев заявляет о скором построении коммунизма, и народ искренне верит. Их детей ждет светлое будущее. В том же году группа ленинградских энтузиастов создает при районном доме пионеров фрунзенскую коммуну. Ее организаторы заражают детей идеалами дружбы и комсомольской романтики. В нашей коммуне ставка была на творчество. Все творчески, иначе зачем? Но и рабочее крестьянское чувство долга тоже не было забыто. Юные коммунары это такие тимуровцы. Они хорошо учатся. Они рассчитывают на достойную жизнь в советском обществе. Борис Фридман сын рабочего и нянечки. Он поступает в престижный технологический институт. Он становится активистом профсоюза и заместителем главного редактора общеинститутского учетного журнала. Он целеустремлен и собран. Он мнит себя в будущем образцовым советским ученым. Он первый в семье получает высшее образование. Не за горами кандидатское, а за ней и докторское. В Советском Союзе того времени это гарантирует привилегированное положение. Ну, так говорили, остепенился. То есть слово «степень» – «остепенился». Значит, уже его повышали обычно в звании на работе, обычно повышали оклад раза в полтора. Ну, и вообще он становился видным женихом уже, как бы, так сказать, он уже мог выбирать себе любую невесту. То есть это была самая ощутимая, пожалуй, ступень к успеху. Не знаю, что может сравниться с защитой диссертации в те годы. Это означало высокий социальный статус и очень высокую зарплату. Вообще средняя зарплата была там рублей 150-140, а доцент получал уже 320, а профессор мог сколько угодно получить, потому что у него там постатейные, аспиранты, статьи и прочее, прочее. Решающим событием в жизни Фридмана оказывается встреча нового 1969 года. На этом празднике он знакомится с Элеонорой Малкиной. У Бори ощущение солнечного удара. Эта девушка совсем не похожа на его знакомых из фрунзенской коммуны. Кажется, что она приплыла в коммунальную ленинградскую квартиру откуда-то из французских кинофильмов. С радостью он понимает, что нравится этой красоте. Красавицы, что его остроумие, его уверенность в себе ей симпатичны. Бори был очень некрасив. Вы сейчас поймете, почему я это говорю. Потому что потом появилась у него жена, которую звали Элла. Вы представьте себе, не можете какой необыкновенной красоты. Не просто красивая, а очень холеная. И все у него для молодой женщины было, ну просто, совершенно идеально. Борис Фридман влюбляется в Эллочку Малкину именно потому, что понимает, ее красота, кокетливость и женственность, его ум, воля и ясное понимание жизненной стратегии уравновешены. Элеонора не простая девочка. Может быть, даже в чем-то испорченная. Но он ее любит и сможет обеспечить ей счастье. Он будет ездить с Элеонорой в Пицунду и водить ее на премьеры в Дом кино. Они будут обсуждать новинки американской литературы и французской живописи. Все это возможно. Борис Фридман – отличный студент и трудоголик. Борис Фридман – образцовый советский студент. Отличник, будущий крупный советский химик. В его жизни неожиданно появляется фигура Элеонора. Брак, конечно, не равен. Она из семьи торговых работников. Отец был директором магазина, а отчим ныне Борох Бородулин занимается вторсырьем. Как он сам шутит про себя, он подпольный миллионер. Он имеет огромную квартиру, трешку в центре города Ленинграда на Колокольной и автомашину «Волга». Автомашина «Волга» – это предел могущества и благосостояния даже для богатых, даже для торговых работников. Был такой замечательный человек Витя Руденко. Я не знаю, был ли он цеховиком, но он всегда отличался склонностью к коммерческим шагам. Он был директором зимнего стадиона. Манежа спортивного на Манежной площади. У него была «Волга». «Волга» тогда – это как «Майбах» сегодня, или как «Мерседес С-класса», допустим. У него была «Волга» с тонированными стеклами и с самолетными креслами внутри. Это «Руденко». Бородолин был интересной. Интересная личность. Помимо доходов, которые он имел, большие доходы даже в то советское время, он еще очень любил индийские фильмы. И вот, когда он их смотрел, он как ребенок плакал. Этот Бородолин был отвратительным, грубым человеком. Всегда говорил при мне, зачем нам нужен этот непьющий зять. Да и теща всем своим видом давала понять, что я не пара ее красавицы-дочери. Только потом я понял, что она согласилась на наш брак только потому, что дочь после него могла не уезжать по распределению из Ленинграда. Борис воспринимает эту ситуацию как личный вызов. Он готов биться за свое семейное счастье. Он не собирается отдавать свою красавицу-жену обратно в эту семью. Он убежден, он еще докажет этим расхитителям, что жизнь честного советского человека может быть обеспеченной. В 1971 году Борис Фридман заканчивает технологический институт. Однако к этому времени, после триумфальной победы Израиля в шестидневной войне, у советских евреев появились сионистские симпатии, а в Советском Союзе возрос государственный антисемитизм. Это означает, прежде всего, ограничение при приеме на работу. Да, я думаю, что достаточно типичной была ситуация, когда люди ощущали некоторый тупик своей жизни в Советском Союзе. Собственно, было в жизни, наверное, каждого советского еврея два таких ключевых момента. Значит, первый момент – окончание школы, необходимость поступать в высшеучебное заведение, и вдруг осознание, что это мой собственный опыт, и вдруг осознание, что наиболее престижные, интересные высшеучебные заведения закрыты для евреев, и туда, так сказать, не берут, каким бы ярким и талантливым ты бы не был. Ну и второй такой момент – окончание института, необходимость устройства на работу, и тоже осознание, что наиболее престижные рабочие места для тебя закрыты. Университеты и академические институты оказались по существу зоной, недоступной для выпускников евреев. Фридман получает распределение в отраслевой институт лакокрасочной промышленности с очень скромной зарплатой 90 рублей. Единственное утешение – хорошее отношение сотрудников. Относились хорошо, приняли его в коллективе хорошо. Начальник отдела отзывалось, что он сразу же вник в деятельность трудовую. Отзывы были положительные самые о его трудовой деятельности. Очень старательный молодой человек. Производил самое приятное впечатление. Но в перспектив служебного роста и, соответственно, повышение заработной платы, не мог рассчитывать, сами понимаете. Как раз перед его приходом у нас одна сотрудница уехала в Израиль. Был ужасный скандал. Во время обыска в квартире Фридмана внимание следователей привлекает табличка на внутренней стороне двери в его комнату. Заведующий лабораторией Борис Фридман. Это не шутка, это мечта. Однако закрытое постановление ЦК КПСС о евреях делает мечту Фридмана неосуществимой. В тем временам при небольшой зарплате можно было жить насыщенной жизнью. Ходить в театры, в походы, собираться на кухнях и петь под гитару. Читать, наконец, сам издатовскую литературу. Наверное, Боря Фридман так бы и поступил, если бы не Леонора. Она буквально издевается над ним. Она, смеясь, рассказывает о том, что мать всегда рассматривала их брак как вынужденный и временный и уже подыскивает, разумеется, достойную своей дочери кандидатуру. Бориса трясет. Он пытается доказать обратное. В свой отпуск он уезжает в Казахстан со стройотрядом, где зарабатывает огромные по тем временам деньги 500 рублей. Для того, чтобы заработать 500 рублей, мало было хорошо работать. Нужно было вкалывать. Однако поведение Леоноры ставит под вопрос реальность планов накопления. Как и ее мать, жена Фридмана – большая модница. И больше всего на свете любит покупать одежду, косметику, обувь. Каждый день она совершает обход магазинов, что вступает в противоречие со скромным семейным бюджетом. Хуже того, пропадают деньги у родителей Фридмана. И становится понятным, что прекрасная Эллочка не только транжирка, но и нечиста на руку. Ее отношение к Борису уже совсем не такое восторженное, как в начале их знакомства. Когда-то однажды я ее спросила, а детишек вы хотите или нет? Она сказала, не хочу от такого рода детей. Элла к нам никогда не приходила, но часто звонила по телефону. И все все знали. У нас даже за месяц до этих ужасных событий, как раз к 23 февраля, в стенной газете нарисовали карикатуру. Идет Боря, понурый, сутулый, несет в руках кошелку с тощей курицей. А на плечах у него сидит его жена Эллочка, болтает ножками. Благосостояние Фригмана растет слишком медленно. Он ищет решение проблемы и начинает думать об эмиграции в Израиль. Это стало возможным с начала 70-х, когда многие сверстники Фригмана, столкнувшись с государственным антисемитизмом, предпочли уехать из Советского Союза. Эмиграция дает молодым людям шанс на новую жизнь. Через пару лет способный и энергичный специалист может встать на ноги. Но главное, переезд в Израиль позволил бы Фригману оторвать любимую жену от ее стяжательской семьи. Приходили красивые мальчики и девочки еврейские, и в шапочках, и они действительно песни какие-то свои пели, разговаривали. Однако очень скоро Фридман выяснил, что попытка уехать из СССР – мероприятие рискованное. Его двоюродные братья из Тбилиси, Гольштейны, подали заявление на выезд, но получили отказ. Ну, а обычно, так сказать, поводом было знакомство с государственными секретами, но, как правило, это не было реальной причиной. Я знаю десятки, сотни людей, которые получали отказы и никаким к государственным секретам отношения не имели. Отказ в праве на выезд означает полное крушение всех жизненных планов. Отказник годами живет под бдительным контролем сотрудников Комитета государственной безопасности и теряет надежду на сколько-нибудь достойную работу в Советском Союзе. Он впадывает ситуация, совершенно точно. Он и туда его не выпускает, и тут он... То есть я знаю, как профессора работали дворниками там, то есть их никуда не брали. Фридман понимает, с дворником Элеонора жить не будет. Можно потерять все, и любовь, и жизненные перспективы. Тем временем отношения Бориса Фридмана с тещей резко обостряются. В августе 1971 года в автомобильной катастрофе погибает Борох Бородуллин. Но ничего из огромного наследства молодой семье не достается. И Леонора будто добавляет масла в огонь. Она рассказывает о том, что у ее матери хранятся драгоценности на 25 тысяч рублей, а она еще к тому же продает и Волгу своего погибшего мужа. Даже маленькая Толика этого наследства могла решить все их проблемы. Они могли купить кооперативную квартиру, они могли, наконец, позволить себе завести ребенка. Тогда впервые у Бориса возникает желание. Ах, если бы она умерла! Однако Софья Михайловна Бородулина умирать не собирается. Обменяв с доплатой свою трехкомнатную квартиру на Колокольной на двухкомнатную квартиру на Достоевского, она продолжает вести жизнь рантье и присматривает себе жениха. Выглядит Бородулина очень неплохо. У нее уже появились состоятельные кавалеры. Еще немного, и все ее богатства достанутся новому супругу. Фридман поставлен перед необходимостью решить свои проблемы как можно быстрее. Идеология правильности и стереотипов даже поведения, которые соответствуют общепринятым нормам, она в один прекрасный момент рухнула. И он оказался очень уязвимым и незащищенным перед той реальностью, с которой он в тот момент столкнулся. Весной 1972 года теща вместе с младшей дочерью отдыхает в пансионате в Зеленогорске. А у Фридмана рождается окончательный план. Тещу надо убить. Он тщательно планирует преступление и рассчитывает остаться вне подозрений. По его замыслу, его ботаника, не имеющего ни малейших связей в криминальном мире, никто не сможет заподозрить в таком чудовищном преступлении. Убийство должно явиться результатом разбоя неких озверелых, матерых уголовников. Он подготавливает себе алиби и рассчитывает скрыть все улики. 13 апреля после работы Фридман едет на улицу Достоевского и около половины шестого звонит в дверь Бородулиной. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Когда мы остались с ней вдвоем на кухне, я поднял руку вверх, чтобы отвлечь ее. И второй рукой я достал молоток и ударил ее по голове. Я ударил ее сзади, потом она повернулась, я ударил ее еще два или три раза, я не помню. И она упала лицом вверх. Потом я еще нанес несколько ударов, сколько точно я не могу вспомнить, потому что был сильно возбужден. Вот на шум выбежала Рада. Мама! Мама! Убийство ребенка – это не преступление вовсе. Это гнусный смертный грех, вне прощения. Фридману прекрасно было известно, что в квартире живет маленькая Рада. Значит, ее убийство входило в первоначальные планы. Позднее он расскажет о том, что не подумал, что Рада появилась как-то неожиданно, и что он был вынужден заставить ее замолчать. Вранье. Все он прекрасно подумал и продумал. Но даже следователю ему стыдно было в этом признаться. Он понял, что пути обратного нет, выхода нет. Значит, надо и эту девочку убивать тоже. Иначе свидетель и на всю жизнь, или, так сказать, смертная казнь, или на всю жизнь заключение. Вот поэтому в этот момент, когда он увидел эту девочку, а она увидела, что происходит, он оставил тещу свою, хотя она была еще жива, и бросился за этой девочкой. Я побежал за ней и ударил ее по голове. Она повернулась и побежала. Я догнал ее. Потом я нанес еще несколько ударов молотком по голове. Я не помню, не помню, сколько было точно ударов, но помню, что все время бил ее по голове. Потом она упала. Она тоже рада умирала очень долго. И она не кричала, только так больше как-то хрипела. И пока он не убедился, что девочка мертва, он не вернулся к первому, телу. А когда он вернулся, он услышал, что она хрипит. То есть она еще жива. Тогда он и нанес несколько ударов отверткой в шею. Для того, чтобы создать картину Махновского налета, Фридман громит всю квартиру. Он разбрасывает округи, заранее подобранные им на улице. На дверях туалета он пишет нецензурное слово из пяти букв. Для того, чтобы создать представление о времени убийства, он переводит стрелки будильника на пол восьмого и разбивает его. Как в шпионских кинофильмах о государственной границе он поливает пол коридора хлорофосом для того, чтобы сбить со следа служебных собак. Фридман думает. Я умный. У меня высшее образование. Я не считаю этим ПТУшникам из милиции. Все преступление занимает около получаса. В шесть Фридман покидает квартиру, заперев ее на ключ. А в шесть тридцать он уже дома. Фридман кладет молоток в ящик, где лежат домашние инструменты и старательно чистит свои брюки ацетоном. Элеонора внимательно за ним наблюдает. Фридман не сомневается, что она все понимает. В тот же вечер Фридман отправляется с женой прогуляться по магазинам. Он рассчитывает, что милиция будет судить о времени убийства по разбитому будильнику, стрелки которого он переставил на пол девятого. Чтобы обеспечить себе алиби, примерно в это время он покупает миксер в гостином дворе. Потом в туалете на углу Невского и Фонтанки он выбрасывает ключи от квартиры тещи, а ручку от молотка и отвертку кидает в мойку напротив дома 58. Остается только сдать плащ в химчистку, чтобы уничтожить оказавшиеся на нем следы крови. Первоначальный план Фридмана заключался в том, чтобы тянуть с обнаружением тел как можно дольше. Но когда он сдает плащ в химчистку, он вдруг замечает, что одной пуговицы не хватает. Он правильно подозревает, что она осталась там, на месте преступления в квартире Бродулиных. Фридман бежит туда, взламывает дверь для того, чтобы оказаться в квартире раньше милиции и найти ее. Все тщетно. Настолько шикарно разработанный план рассыпается на раз. Если бы то же самое произошло с профессиональным преступником, и ему на следствие предъявили этот кусочек пластмассы, то он бы расхохотался и сказал бы, ну и что? Это что пуговица? Уникальная? Но Фридман тонкий человек. Его губит впечатлительность. Он признается. Когда в институте лакокрасочной промышленности появляются сотрудники милиции и начинают обыскивать рабочее место Бориса Фридмана, все коллеги потрясены. Да, это разорвавшаяся бомба была в нашей среде. Скромных трудяк, инженеров, которые были заняты больше развитием отечественной промышленности, чем криминальными какими-то делами. У нас в это никто не поверил. Бориса подставили. Мы даже в табеле о рабочих днях ставили ему восьмерки. Думали, все разъяснится, и он вернется. Единственный, кто все это время сохраняет полное спокойствие, это сам Фридман. Были у меня другие убийцы, которые глубоко раскаялись в совершении тяжких преступлений. Они вели себя не так, как Фридман. Фридман с высоко поднятой головой всегда ходил, очень с достоинством таким. не видно было внешне, что он переживает. Не было у него следов переживания. Адвокат нам сказал, что Фридман в заключении очень поправился, ну, естественно, неподвижный образ жизни. Когда к нему мать пришла на свидание, мать была худая, осунувшаяся, он ей даже сказал, приходи к нам, ты у нас быстро поправишься. Тюремный психоз представляет собой одну из форм психологической защиты, когда болезненная реальность слишком страшная, слишком тревожная, слишком брутальная, полностью вытесняется и замещается иной реальностью. В этом случае очень часто человек регрессирует к раннему детскому возрасту и начинает вести себя как беззащитный, беспомощный, слабый ребенок. Он возвращается не в раннее детство, нового времена Фрунзенской коммуны и становится образцовым пионером, нетерпимым контиобщественным элементом. Воплощение врага для него ненавистная теща. Находясь в заключении, Фригман пишет объемистый труд «Теория граничности», где доказывает, такие отвратительные люди, как Бородулина, не имеют права жить в советском обществе, а стало быть, и вообще жить не должны. Бородулина нигде не работала. Она жила на средства мужей, которые расхищали социалистическую собственность. Жизнь в этой семье была построена на деньгах, корысти и стяжательстве. Моя жена Элла, которая выросла в этой атмосфере, смотрела на жизнь сквозь призму денежных отношений. Мне часто поражали чисто вещественно-денежные отношения между женой и моей тещей. Вина Фридмана была достаточно быстро доказана и процессуально оформлена. Единственное, на чем споткнулось следствие, это на вопросе о степени соучастия его жены. Первоначально Фридман давал показания о том, что Элеонора была в курсе, но затем в условиях следственного изолятора научной ставки он не смог глаза в глаза повторить подобное и отказался от ранее данных показаний. Пока мать Фридмана сходила с ума от горя и стояла в очередях с передачками в кресты, Элочка была замечена в компании новых кавалеров. Такие факты не заносятся в протокол, это просто незачем. Но даже опытные сотрудники не перестают удивляться человеческим низостям. 30 октября 1972 года в Ленинградском горсуде проходит судебное заседание. Отвечая на вопросы обвинителя, Фридман очень спокойно и с упоминанием множества деталей описывает совершенные им убийства. Даже следователю кажется, что он не вполне нормален. Мне рассказывали эксперты, психиатры, которые проводили ему стационарную экспертизу, более месяца она проводилась всегда, что он даже высчитывал формулу падения капли в палате из крана в раковину. В общем, если все это проанализировать, конечно, какие-то отклонения были. Экспертам по делу Фридмана назначают Николая Николаевича Тимофеева, главного судебного психиатра армии. Это врач, пользующийся репутацией опытного и дотошного специалиста. Я, конечно, не исключаю, что генерал Тимофеев, будучи прекрасным, великолепным специалистом и интеллигентнейшим человеком, мог давать заключения такие, которые полагалось давать. Я вам скажу более того. Вот сейчас по делу Чикатило. Я разговаривал с двумя профессорами, которые участвовали в экспертизе по Чикатило. Там у него 50 с лишним трупов. Оба в один голос сказали, конечно невменяемость, конечно невменяемость, но общественный резонанс, общественное мнение мы не могли дать заключение, что он вменяем. Когда судья огласил приговор о смертной казни, мать его, которая стояла в проходе, упала в обморок, а он улыбнулся, спокойно сел на место. Я постаралась все выкинуть из головы, всю эту ужасную историю, но не могу не сказать о том, что когда вышли все люди из зала, я увидела его жену Элочку, которая шла со своей двойной сестрой, весело болтала, о чем-то смеялась, и я так поняла, что они собирались неопоздать на какой-то там концерт. Вокруг расстрелов народ создал много мифов. Как, например, расстреливают специально обученные люди, либо расстреливают взвод, 10 человек, у девятерых холостые патроны, а у одного какой-то настоящий, все это чепуха. Начальник изолятора выбирает сам, кому он предложит эту работу, но за нее согласившийся не получает никаких-то дополнительных премий, ни талонов на повидло, ни дополнительных отпусков. Это его внутренние убеждения. Разумеется, это держится в глубочайшей тайне и никому не рассказывается. За несколько дней он имеет право ознакомиться с материалами дела. Он может читать это дело часами, он может пролистать и посмотреть только на фотографии. Затем, в момент расстрела, в камеру спускается несколько человек. Это прежде всего начальник изолятора, прокурор, врач, сам исполнитель и двое надзирателей тире помощников. А дальше еще проще. Табельное оружие, затылок, выстрелы. Исполнитель, который расстрелял Фридмана, также ознакомился с материалами дела. Он также видел фотографии мертвой рады. И я вас уверяю, руки у него не дрожали. Ленинград, он почти в Европе. Ленинград, он богат дворцами. Ну, какие повсюду лопи. Чуть оступишься и с концами. Чуть оступишься и с концами. Купа, ла, стадия, по золоте. Шпили ввысь устремились стройно. Ленинград стоит на болоте, а по ночам у нас неспокойно. А по ночам у нас неспокойно. тройно. Редактор субтитров